Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «У книжной полки» в студии ведущая Полина Митрофанова. Преподобный Серафим Саровский, который в течение каждой недели прочитывал все Евангелие, Деяния и Послания апостолов, так говорил про чтение Священного Писания. «Через это не только душа моя, но и самое тело услаждается и одухотворяется. При чтении Святого Писания я беседую с Господом, содержу в памяти моей жизнь и страдания Его, и день и ночь словословлю, хвалю и благодарю Искупителя моего за все его милости, изливаемые к роду человеческому и ко мне недостойному». Каждый христианин, подобно Святому Серафиму, должен любить Евангелие, перечитывать его и постоянно размышлять над ним. А о чем нам напоминает Евангелие в дни Великого Поста? Об этом вы узнаете из книги, которая вышла в свет в издательстве Никея и называется «Евангелие Великого Поста вместе с современными отцами». Евангелие Великого Поста вместе с современными отцами – это издание, включающее в себя фрагменты из Евангелия, которые принято читать в Великий Пост. В книге представлено 20 отрывков, а чтобы читатель смог проникнуться глубиной евангельских текстов, они приведены на русском и церковно-славянском языках. Комментируют их современные священнослужители – епископ Феоктист Игумнов, протеерей Павел Великанов и Андрей Андронов, священники Дмитрий Борицкий и Стефан Дамусчи. Чтение этой книги, по мнению издателей, поможет понять суть Великого Поста и провести это время осознанно, с пользой для духа и души. В предисловии книги протеерей Павел Великанов пишет «Великий Пост потому и назван великим, что это исключительное время для любого верующего христианина. Время, когда корабль нашей жизни плавно разворачивается к самому оптимальному маршруту. Но те его составляющие, которые мы привыкли выделять особо – строгость пищевого воздержания, обилие молитв, частое посещение богослужений, резкое ограничение любых развлечений – всего лишь средство, инструментарий для выделки наших душ. Настоящая борьба происходит внутри, в самом теле нашей жизни. Речь идет о более сложном, глубоком и весомом изменении нашей сущности и главной цели Великого Поста – о покаянии». А иначе, как отмечает отец Павел, можно весь Великий Пост соблюдать как следует, регулярно исповедуясь и причащаясь, а прийти к Пасхе пустым и глухим. Чтобы уберечь нас от такого печального итога, Церковь предлагает нам еще и еще раз возвращаться к Евангелию. Вспоминая события земной жизни Спасителя, размышляя о том, чего стоило Христу развязать нас от пут дьявола и греха, мы сумеем увидеть, чего именно Он ожидает от нас самих. Не предвкушение великопостных подвигов мы должны испытать, а стыд и страх перед ликом Христа, который за каждого из нас не пожалел отдать свою безгрешную жизнь. В этом стыде и страхе мы, по мнению священника, можем увидеть грядущий пост по-иному, не как средство маркировать себя православным, увидеть в себе истинного подвижника, не как неприятный и напряженный период, который лишь бы поскорее закончился. Мы призваны ощутить пост как наш совершенно свободный, произвольный и сознательный ответ Христу, как дар Ему, как форму благодарности Ему, как исключительную возможность самим сделать то, что Бог вместо нас сделать никак не может. Мы не в состоянии ничего дать Богу, вся Вселенная и так его достояние, но мы можем свободно ограничить или даже лишить себя того, чем нам разрешено пользоваться. Как легок пост, говорит отец Павел, когда постишься невынужденно, но произвольно и сознательно, когда ощущаешь этот дар свободы сделать себя опустошенным ради Христа, вычистить самые потаенные глубины своей души, прикоснуться к самой сердцевине своей личности, не в теории, а на опыте познать свою слабость и нищету, бестолковость и коварство, мелочность и непотребство, увидеть себя самого в новом ракурсе, неожиданном, неприятном, пугающем. И вот тогда зарождается настоящее покаяние, непривычная жалоба Богу, а глубинный вопль, сильнейшая жажда, острейшая потребность в настоящем вхождении Бога в нашу жизнь. И вот здесь становятся нужны и труды, и пост, и молитва, без которых наше зреющее покаяние может зачахнуть, а мы снова свалиться в беспросветную суету будней и мелочных удовольствий. Наряду со всеми духовными делами, конечно, необходимо нам чтение Святого Евангелия, в котором содержатся ответы на все вопросы человека, которые только могут возникнуть в его жизни. А дает ответы сам Господь. Поэтому и читать Евангелие надо с благоговением, вдумчиво, обязательно с толкованиями или с разъяснениями современных пастырей. Комментарий последних мы и находим в этой книге. Собранные евангельские тексты идут в четкой последовательности, что помогает тем, кто не может посетить все службы, увидеть целостный сюжет евангельских событий. Так, к примеру, в минувшее воскресенье Святая Церковь праздновала торжество православия. В этот день на богослужении читался евангельский отрывок о призвании к апостольскому служению одного из двенадцати ближайших учеников Христа – Нафанаила. Об этом священник Дмитрий Борицкий говорит следующее. О том, что пророчества исполнились, и в Израиль наконец-то пришел обещанный Мессия, он услышал от Филиппа, по всей видимости, родственника или близкого друга. Как человек рассудительный и житейски мудрый, Нафанаил не спешит верить товарищу на слово. Его можно понять. Время тогда было смутное, неспокойное. Многие объявляли себя Мессиями, да и в Писании четко сказано, что Мессия должен прийти из Вифлеема, причем тут Назарет, который еще и пользуется плохой репутацией. Поэтому на признание друга он просто скептически улыбается. И тут Филипп поступает очень мудро. Он просто предлагает Нафанаилу пойти и посмотреть. И затем встреча со Христом и его слова переворачивают в будущем апостоле все с ног на голову. Он понимает, что перед ним настоящий Мессия. Как отмечает отец Дмитрий, это очень поучительная история для всех нас. Как часто мы горячо молимся Богу, чтобы Он вошел в нашу жизнь, избавил от бед, дал радость и душевный покой. Однако, когда нам нужно сделать что-то конкретное, например, ежедневно читать Евангелие, утренние и вечерние молитвы, то мы становимся тяжелы на подъем. В результате все остается по-прежнему, жизнь нисколько не меняется. Не лучше ли, говорит отец Дмитрий, следуя примеру апостола Христова, понудить себя встать, пойти, посмотреть и попробовать? И в ответ на наши усилия Бог проявит себя самым необычным и нестандартным образом, войдет в нашу жизнь оттуда, откуда мы совсем не ожидаем Его пришествия. Духовное чтение нам необходимо каждый день, подобно молитве. Без чтения душно и душа голодает, говорит святитель Феофан Затворник. А тогда, когда наша молитва становится холодной и рассеянной, духовное чтение, особенно же чтение Евангелия, помогает ее оживить. Великий пост — это время усиленной молитвы и, конечно, чтения Евангелия. В этой книге собраны размышления глубоко верующих людей на евангельские чтения Великого поста. Они призваны помочь нам не превратить Великий пост в ритуальный, но прожить его так, чтобы принести в дар Богу нашу благодарность, веру и решимость остаться с Ним навсегда. Дорогие друзья, наше время сегодня подошло к концу. Я напоминаю вам, что книги, о которых мы вам рассказываем, вы найдете в церковных книжных лавках «Мир вашему дому». Субтитры создавал DimaTorzok